Да, аналогию с Россией здесь можно провести. Собственно, почему такой массовый протест получился в Турции? Потому что люди вышли, возмущенные конкретной вещью, у них уничтожают их культурное и историческое наследие. Они отлично представляют, что они жители этой страны, что этим парком будут гордиться их дети. И что сейчас вышли какие-то застройщики, инвесторы, девелоперы, которые решили погубить национальное достояние. И вот именно этот факт вывел на улицы такое огромное количество людей. Потом, естественно, туда подключились уже протестные организации, и протест приобрел политический характер. Но изначально выходили защищать именно свою историю, свою культуру и, собственно, самих себя, свою самоидентификацию. У нас в России почему протестное движение идет на спад? Потому что мы выходим не за конкретные вещи, не защищать исторические центры, не спасать сквер или парк. Мы выходим абстрактно за то, что у нас украли голос два года назад. Вот, собственно, аналогия России и Турции, почему в Турции так получилось, и почему у нас следующий марш, я думаю, соберет на человек 300.